Всем доброго времени суток! Вы находитесь на канале Генезис, и я горячо вас приветствую, уважаемые подписчики и гости этого канала. И в это непростое для всех время, когда на улице карантин, а дяденьки милиционеры запрещают всем гулять по улице, я хочу сделать для вас новый видеообзор на прекрасный хоррор, который называется «Тихое зло» – Silent Evil. Первая версия которого вышла в далеком 2016 году. Название игры, правда, идеально подходит для описания какого-нибудь типичного шизофреника, но давайте не будем делать поспешных выводов, и уже, наконец, приступим к самой игре. Ну, перед этим хочу сказать, если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь, и теперь приступаем к обзору. Берите попкорн и наслаждайтесь! Берите попкорн и наслаждайтесь! Сайлент Эвилл – это этакая типичная игра в жанре сурвайвл-хоррор. Это слэшер, в котором вам нужно будет просто рубить, кромсать и крошить налево и направо многочисленных врагов своим верным топориком. Первоначально игра была выпущена на движке GameWorld Iceberg Engine, и до сих пор на сайте iamods.ru лежит та самая альфа-версия. Об этой альфе сказать особо нечего, так как это такой типичный Лев-2-дай боевичок, в котором, однако, уже были те самые знаменитые карты и знаменитый герой Норман Ридус. Разработчики игры – это простые такие ребята с того самого АЕмоца, которые решили объединиться в команду и завершить разработку и выпустить этот хоррор. Команду они назвали Epic Mods и начали разработку. На сайте iamods есть целые статьи, которые так и называются – «Дневник разработки тихого зла». И сейчас отдельно выдержки из них я вам приведу. Ведь по мере того, как развивался движок игры, соответственно, развивалась и сама игра. Финальная версия, которая была выпущена в 2019 году, была сделана на доработанном движке Iceberg Engine, автором которого является Ростислав Бартош. Это именно тот парень, который выпустил просто крутейшую игру Project Beta, на которую также когда-нибудь на этом канале вы увидите полноценный обзор. К этому уникальному человеку мы ещё вернёмся, но сейчас речь идёт о хорроре. Я, автор канала Genesis, решил сделать этот обзор впервее, чем обзор на Project Beta, потому что я люблю игры в жанре хоррор. Так же, как и основной геймдизайнер этой игры – Виксель, которому и принадлежит разработка основного концепта и сеттинга этой самой игры. Об этом парне мы уже неоднократно говорили. Это действительно уникальный разработчик, из-под крыла которого вышло просто много замечательных произведений. Одна из них – Нагибатор 3D. Вы можете просмотреть после вот этого видео, перейдя по подсказке, обзор на Нагибатор 3D, что я вам настоятельно рекомендую сделать, если вы не сделали ещё до этого момента. Ну а мы продолжаем. Ещё я хочу сказать всё-таки пару слов о Альфе, потому что с неё всё начиналось. Она не отличалась особым сюжетом. Сюжет её гласил, что Дэрюд Диксон сходящих мертвецов в поисках выживших людей набрёл на старую хижину, в которой находит Некрономикон книгу мёртвых, который отправляет его в проклятый город Сайлент-Хэлл. Герою надо найти выход из сложившейся ситуации, ну и одновременно покрошить всех врагов, встречающихся на его пути. Как я и сказал, это получился типичный боевичок на Лев-2-дай, в котором, благодаря разве что немножко усовершенствованному движку, который сделал бы я, не надо было убивать врагов. Собственно, и на этой бы Альфе разработка этой игры и закончилась. Но на фоне появился... Нет, не Супермен, а более простой человек, которого зовут Ростислав. Дело в том, что парень уже выучил Джаву и научился кодировать на ней. И тут понеслась. Главным героем игры был выбран незыблемый и попросту популярнейший персонаж вселенной «Ходячие мертвецы» Дэрил Диксон. Этого персонажа, несмотря на его грозный вид и типичную для него молчаливость, можно, однако, разбирать на цитаты. Наверняка какой-то богач отвалил за нее кучу бабок. Правда. А мне нравится. Брось. Как будто собака в краску села и задницу вытирала об холст. Но мы сейчас не будем этим заниматься, потому что речь идет о другом. Появлению именно этого персонажа в этом хорроре мы обязаны знаменитому гению Хидео Кодзиме и его отмененной игре Silent Hills, главным героем которым должен был стать Нерман Ридус. И, как нам известно, геймдизайнер Виксель является поклонником творчества Хидео Кодзимы и, соответственно, поэтому он добавил этого персонажа в игру. Виксель практически тогда только начинал свой путь в моделировании. И он тогда только учился делать карты и модели в программе Blender, которая позволяет делать карты и модели для движка Left 2 Die. Виксель рассказывает, что ему всегда было интересно делать карты из знаменитых игр для того, чтобы просто зарендерить их и побегать на них с видом от первого лица. Виксель является безумным фанатом такой серии, как Обитель зла, Silent Hill и творчество Сэма Рэйми, в приестр которого входит знаменитый и культовый фильм Зловещие мертвецы. Поэтому Виксель сначала сделал карту первого этажа особняка из Resident Evil 1, а затем приступил к разработке карты того самого знаменитого Туманного городка из игры Silent Hill. Таким образом, у него уже появилось две карты, которые он никуда не мог деть. Позже он ознакомился с творчеством Сэма Рэйми, а именно с культовым фильмом Зловещие мертвецы, и этот фильм произвел на него неизгладимое впечатление. Таким образом, он решил сделать карту хижины из этого самого фильма. И, конечно, эти три знаменитых локации требовали незамедлительной реализации. Поскольку сделать полноценный Silent Hill или Зловещих мертвецов или тот же Обитель на движке Left 2 Die тогда не было возможным, Виксель решил просто эти три карты объединить в одну игру, лаконичное название которой и получилось из объединения названия двух игр. Silent Hill и Resident Evil Обители Зла. И мы получили то самое знаменитое название Тихое Зло. Давайте теперь немного копнем дневники разработки и посмотрим, как совершенствовалась сама игра. Первый дневник разработки гласит нам о том, что мы больше не увидим надоевшего мода на L2D. Потому что благодаря появлению нового кодера, а именно ростика, у движка появились новые фичи. И именно здесь описывается новая игровая механика, больше видов врагов, потому что в оригинальном движке было всего два вида врагов, а сейчас их уже четыре и в перспективе больше станет, больше музыки, звуковых эффектов и, наконец, подачи сюжета. Также в игру были добавлены скримеры, которые на протяжении игры не дадут нам расслабиться и, откровенно говоря, будут пугать, но об этом немножко попозже. Во второй части дневника разработки мы узнаем, что в игре появился внутриигровой текст, который будет наиболее точно передавать сюжет и дополнять его. Появились спрайтовые объекты. Таким объектом, например, и представлена книга Некродомикон. Появилась покупка снаряжения отдельного продавца, который был взят из игры Resident Evil 4. Теперь магазин, наконец, находился в конкретной точке, а не висел в воздухе, как в оригинальном L2D. Здоровье теперь показывается классической полоской, наконец-то сделано красивое эстетичное небо, а также возможность сохранять прогресс. В третьей части игры мы, наконец, понимаем, что это не просто мод, а это полноценная игра с полностью переписанным кодом движка. Именно в этот период написания третьей части дневника разработки появился самый знаменитый движок Iceberg Engine. Это папа Квантума. Появились новые фишки, волшебный оптимизон. То есть теперь в движке появилось гораздо больше настроек. Возможность настроить буквально всё от разрешения экрана до дополнительных декалей крови и прочего, прочего, прочего. Такого, как расширение графики, качество текстур, качество карты, сглаживания и многого другого. Четвёртая часть дневника разработки это финальная часть. И мы наконец узнаём, что в игре будет самый настоящий туман, который разработан усилиями Ростика вместе со знаменитым Романом Лахиным. Наконец-то сделан тот самый топор, которым мы будем крошить врагов. То есть в игре появилось полноценное анимированное оружие ближнего боя. Улучшен искусственный интеллект врагов. Теперь они ведут себя как самые настоящие NPC, и когда они не видят врага, они просто бесцельно бродят по карте. Наконец-то сделана имитация погодных условий. Например, на карте городка Silent Hill был реализован полноценный снег, который спокойно падал, как и положено в оригинальной игре. Короче, вот так вот с улучшением движка и улучшалась и сама игра. Появился вид от третьего лица, и соответственно мы теперь играли полноценным и анимированным персонажем. Ну что ж, ребята, давайте наконец перейдем к сюжету этой игры. Как мы видим, в игре появились полноценные анимированные слэшеры, которые реально радуют глаз. Здесь же в начале игры мы можем выбрать уровень сложности, который состоит из трех пунктов. Предыстория этой игры гласит, что что-то страшное произошло в маленьком городке в горах. Местные жители неоднократно заявляли о странных происшествиях в лесу и однажды пропал ребенок. Полиция не могла его найти, поэтому семья этого ребенка наняла нашего главного героя Говарда Беннета, частного сыщика. И его расследование привело его в домик посреди леса. И говорят, там жил какой-то чудак профессор, которого никто не знал и он ни с кем не общался. Лес уже давил на нашего главного героя своей жуткой атмосферой и зловонии. Идя вперед по лесу и видя впереди только непроглядный мрак, мы подходим к той самой зловещей хижине. Осматривая обстановку, мы видим прекрасно и детально проработанную карту. Здесь же, в сарайчике рядом с домом, мы видим продавца, и находим ключ от дверей. Здесь же мы находим неизвестного человека, который связан. Этот парень просит развязать нас руки и объясняет, что его привязал сатанист. Говард спрашивает, что с ними случилось. Неизвестный объясняет ему, что он является простым продавцом местного оружейной лавки. И этот ученый наказал его за несколько стволов. И к тому же он рассказал, что он увидел то, что он не должен был видеть. Он увидел девушку в крови, которая находилась рядом с этим человеком. И тут этот человек заметил его. И продавец не смог от него убежать. Тут же он нам объясняет некоторую механику, что он может нам продать оружие, но не просто так, поскольку ему не позволяет его еврейская натура. и он будет там продавать оружие именно за очки, которые мы будем получать за убийство монстров. Здесь же мы получаем наше основное холодное оружие топор, которым на протяжении игры мы будем безжалостно крошить врагов направо и налево. Заходим в саму хижину и таким образом мы проходим первый уровень. Внутри хижины уже царит мрачная и злобная атмосфера. Здесь мы находим страницу книги с какими-то древними символами, которые являются страницей из знаменитой книги Некрономикон. Зайдя в дырку в полу, мы проходим вперед и находим ту самую знаменитую зловещую книгу. И тут все и начинается. Наш герой открывает книгу, что мы видим по сюжету, вставил страницу, которую он нашел, и разбирает надпись, похожая на какое-то заклинание, которое он и произносит. Все это является отсылкой к фильму Зловещие Мертвецы, но вместо того, чтобы прочитать заклинание, Эш там включил магнитофон, на котором было записано это самое заклинание. Канда, хуянда, таби, пизда. Неконец-то начинается дикий и стальной экшон. Стальной потому, что благодаря стальному предмету в нашей руке мы будем разбирать всяких нехороших вражин, которые начинают на нас нападать. Конечно, нельзя похвастаться крутейшей анимацией, но то, как реализованы спрайты крови, это просто прекрасно, и за это отдельный респект. Таким образом, мы начинаем бродить по хижине и отбиваться от врагов до тех пор, пока не находим выход из этой самой хижины. Наш герой выбирается из хижины и решает, что нужно убираться отсюда, и решает добраться до моста, который находится на опушке леса. Вокруг хижины тем временем уже стало опасно. Повсюду страшные кровожадные монстры, периодически возникают скримеры, которые до усрачки пугают главного героя, и игрока, который за него играет. Старайтесь бить прицельными точными ударами, чтобы эти жуткие монстры не успели отнять у нас довольно-таки приличную полоску жизни. Я думаю, по визуальной картинке вы согласитесь, что хоррор-сеттинг этой игры сделан просто изумительно. Вот так вот, устраивая настоящую кровопролитную бойню, мы идем к своей цели, к выходу из этого уровня. Через мгновение, пройдя через портал, наш герой очутился в том самом городе, покрытым туманом, в городе из Салента Хилла. Тут же он увидел девочку, которая сразу убежала, и он решает выяснить, является эта девочка там тем самым ребенком, которого ему поручила найти семья. Идя вперед по туманному городу, который засыпает снегом, мы опять нарываемся на продавца. Этот продавец будет преследовать нас везде. И здесь же мы видим, что в его ассортименте появилось новое оружие. Это пистолет, бензопила и арбалет. Все это оружие мы можем приобрести на очки, которые мы получили за убийство монстров. То есть, как мы видим, арсенал этой игры довольно-таки широк и неплох. Закупив некоторое оружие, мы продолжаем наше путешествие по этому туманному городку. Мы видим здесь местами закрытые двери, в которые мы пока не можем по сюжету пройти, поэтому мы ищем то место, в которое мы можем пройти для дальнейшего продвижения по сюжету. Этот городочек доставляет своей атмосферностью и мрачностью, и идя по нему, ты все время ждешь, что на тебя вот-вот из-за угла неожиданно выскочит какая-нибудь тварь. Но пока ничего не происходит, поэтому мы спокойно блуждаем по городу, наслаждаясь местными красотами. Точнее, единственная местная красота, которой мы будем наслаждаться, это непроглядный туман и падающий снег. Все как в оригинальном Silent Hill. здесь есть карта, которая должна показать нам направление, и разобравшись с ней, игрок найдет то место, куда ему нужно идти. Периодически мы здесь точно так же нарываемся на скримеры. Наконец, за очередным углом мы находим ключи от кафе, из которого, как слышал наш главный герой, доносились какие-то страшные звуки, как будто кто-то плачет. Возможно, в нем прячется Лора, та самая девочка, которую мы поручили найти. И он решает идти в это самое кафе, так как все остальные двери заперты. А на дорогах, которые ведут из города, огромные бездомные пропасти. И он понимает, что просто так ему из этого городка не выбраться. В кафе его уже кто-то поджидает. В кафе он видит женщину, с которой начинает диалог. Девушка спрашивает, кто вы? Говард же в ответ интересуется ей. Девушка говорит, что ее зовут Сара, и Говард спрашивает, какого хрена ты здесь делаешь, чтобы понять ее мотивы нахождения здесь. Сара объясняет, что она была с своими родителями, все было хорошо, но потом зазвучала ужасная сирена, и все вокруг как будто потемнело, и она потерялась. И вот она оказалась одна в этом кафе и увидела Говарда. Она просит его помочь ей найти своих родителей. Говард просит ее успокоиться, говорит, что он поможет ей, и что он тоже здесь ищет человека. На этом собственно разговор заканчивается, Говард покидает кафе, получив ключи от Сары. Таким образом мы продолжаем дальнейшее путешествие по туманному городку. Мы можем посмотреть новую карту, которая появляется на окраине городка, которая снова указывает, куда нам нужно двигаться. Наш герой находит дверь в новую локацию, от которой он взял ключ у Сары. Сюжет гласит нам, что в этом доме он находит письмо, в котором говорится, женщина, которая здесь живет, сказала, что поможет мне, она отведет меня в церковь. Ключ от нее я сперятал в комнате общежития. Надеюсь, плохой дядя меня там не найдет. Мама, папа, спасите меня. И мы понимаем, что это письмо оставила та самая разыскиваемая главным героем девочка. Также мы начинаем понимать, что где-то нас ждет тот самый плохой дядя, который явно является очень плохим. Найдя это письмо, мы понимаем, куда нам нужно идти и ищем мы находим Сару, которая рассказывает нам, что кажется, это здание является местным общежитием, которое раньше было школа. Что на это факт, якобы указывает статья в газете, которую она где-то неподалеку нашла. Якобы школа была перестроена в общежитие из-за какого-то ужасного события. Говард говорит ей остаться здесь и заходит в это общежитие в поисках каких-нибудь ответов на свои возникшие поможет ему продвинуться дальше. В общежитии его встречает непроглядная и злобная темнота, которой следует опасаться, так как везде в этом общежитии нас ожидают страшные темные силы, которые постараются забрать душу и жизнь у главного героя. Монстры буквально страшны и пугают. Они повсюду. Воевать с ними советую только в крайнем случае, так как патронов реально мало, как и соответственно положено в хорошем сурвайвл хоррере. Биться же оружием ближнего боя это себе дороже, поскольку монстры успевают нанести довольно-таки ощутимый урон. Здесь же мы наконец находим ключ от церкви и мы получаем повещение о том, что можно возвращаться. Жуткие адские твари перекрывают проходы, поэтому выйти из этого места не так-то и просто. однако сразившись и отбившись, мы наконец выходим из общежития и видим, что Сара пропала. Мы начинаем путешествие по туманному городку, возможно в ее поисках, совершенно не понимая, куда мы должны двигаться. По этой причине, бродя по этой самой зловещей туманной локации, мы ищем только одно место, местную церковь. И уже здесь на локации мы неожиданно рываемся на жутких врагов, которые начинают нас неожиданно атаковать со всех сторон. Это указывает нам на то, что темные силы активизировались, а это значит, что мы идем в правильном направлении. Если у вас есть очки у местного продавца, советую вам прикупить оружие помощнее, для того, чтобы легче расправляться с ужасными адскими дварями. Сражаясь и убивая жутких монстров, и наконец, отбившись от них, мы находим вход в ту самую церковь. Внутри нее мы видим женщину, которая ждала Говарда. Женщина говорит, что она знает его, и что она знает об его задании, что он ищет маленькую девочку в этом богом забытом месте. Женщина говорит, что он, чтобы найти ее, должен войти в особый портал, и что он найдет там не только ее, но и себя. И что бы это не значило, Говард смело отправляется в этот портал. Пройдя в этот портал, он оказывается в каком-то жутком особняке, который, однако, ему кажется до жути знакомым. Подберя ключ, мы ищем ту самую дверь, которую он может открыть. мы находим ключ от второго этажа и понимаем, что нам нужно на второй этаж. Закупив оружие получше и пройдя на второй этаж, мы проходим этот уровень. Идем дальше по особняку, исследуем окружающие локации и комнаты, чтобы найти возможность пройти дальше. Зайдя в комнату со стеллажами полными книг, мы находим ключ. Тьма повсюду преследует нас. Непроглянный мрак порой не позволяет видеть дальше некоторого отрезка, поэтому следует быть очень предельно осторожным. В комнате с двумя диванами мы находим следующий ключ. Да, на этой локации нам нужно собрать множество ключей, для того, чтобы мы смогли наконец открыть дверь. Наконец-то найдя все ключи, последний из которых лежит на балконе особняка, мы начинаем наше путешествие к выходу. Но сделать это будет уже не так-то просто, потому что после того, как мы нашли все ключи, нас начинают преследовать жуткие твари из потустороннего мира. Старайтесь бить прицельно точно, и не дайте им подобраться к вам близко, иначе вы потеряете свои жизни. Если необходимо, найдите продавца, прикупите аптечки и подлечитесь. Неистово сражаясь и проливая вражескую кровь, мы наконец находим сюжетное окно, в котором мы видим, что Говард слышит крик Сары, и также узнаем, что правая крово особняка открыта для посещения. Из диалога мы узнаем, что нам нужно найти последние ключи, для того, чтобы выбраться из этого проклятого особняка. Но Говард при этом однако понимает, что что-то здесь не так, уж до боли этот особняк кажется ему знакомым. Кажется, какие-то отрезки начинают всплывать в его памяти, то, что он хотел забыть, и об этом мы скоро узнаем. для того, чтобы открыть места, которые все еще закрыты замками, вам нужно найти ключи, попутно отбиваясь от жутких тварей. Вот так вот, довольно-таки длительно путешествия по особняку, наконец, находим еще один ключ. Открывается диалоговое окно, которое говорит нам, что Говард слышит голос Сары. То есть мы понимаем, что происходит совершенно что-то жуткое. Что-то, что совсем не вписывается в концепцию. Неужели нас ждет жуткий и трагический финал? Мы идем в то самое место, которое было закрыто до того, как мы находим этот ключ. Наконец, мы доходим до финального уровня. И слышим голос Сары, которая гласит, что сейчас именно то самое время, чтобы почувствовать ту боль, которая приносит Рена. Почувствовать и вспомнить. Вспомнить то, что на самом деле привело сюда Говарда. То есть мы понимаем, что мотивы Говарда были совершенно первоначально иными, чем он себе представляет. Мы попадаем на локацию, в которой на нас нападает финальный монстр этой игры. Говард с ней расправляется. И теперь мы находим девочку. И Говард узнает всю правду. На самом деле это призрак девочки. Говард понимает, что это он убил ее, потому что он маньяк и психопат, одержимый кровью, и никакой не частный детектив. А человек маньяк, который убивал молодых девушек и детственниц, чтобы открыть врата в другой мир. Вот такая вот неожиданная развязка этой самой игры. Почему-то развязка игры мне напоминает развязку еще одной игры Cryofer, в которой герой путешествует по локациям, но в результате оказывается, что он просто путешествует по своим фантазиям, а он оказывается просто психически нездоровый инвалид, который прикован к инвалидной коляске. Я не знаю, но почему-то именно у меня возникла такая аналогия. В этой же игре Говард узнает, что он просто маньяк. Девочка описывает Говарду все детали своего убийства, и Говарду становится жаль. Он понимает, что ему уже ничего не исправить, и финал этой игры заканчивается трагически. Говард совершает самоубийство. Вот такая вот получилась игра, друзья. Вот такой вот хоррор мы получили на выходе. И этот хоррор замечательный. Здесь есть все. Жуткие монстры, знаменитые локации из не менее знаменитых произведений, прекрасный, хорошо проработанный сюжет. Ну и по крайней мере я так считаю. Есть скримеры и эффекты, которые вам не дадут заскучать. Есть определенный прикольный арсенал оружия, который можно это классная игра. К сожалению, игра не идет на андроиде, потому что нет эмуляторов, способных ее запустить на андроиде. G2M Loader с этим не справляется, поэтому игра идет на эмуляторах и, по заверениям разработчиков, на реальных телефонах. Друзья, это действительно так, потому что, как вы видите, я только что запустил Silent Evil на своем стареньком телефоне Nokia X2. Как вы видите, игрок двигается, конечно, текстура искажается, потому что я не настроил игру должным образом, но разработчик действительно сказал правдивую вещь. И мы видим, что, да, действительно, игра работает на обычных телефонах. И это здорово, друзья. Такой вот, друзья, получился обзор. И если учитывать, что парни, которые сделали эту игру, тогда только буквально начинали свой путь, и в разработке движка, и в разработке самой игры, и в моделировании, как геймдизайнер этой игры Виксель, то, даже не учитывая эти факторы, они сделали просто уникальный и снохсшибательный продукт, который я всем рекомендую поиграть. Ссылку на эту игру я оставляю в описании, в первом закрепленном комментарии. Переходите и скачивайте эту игру. Как вы видите, она идет на простых телефонах. Наслаждайтесь этим уникальным хоррором, этим замечательным атмосферным сеттингом, этой замечательной игрой. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось это видео, и если это так, то не забудь поставить лайк, подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить мои новые ролики. Также по ссылкам в описании переходи на паблики ВКонтакте. Там выходит все то, что не выходит на основном канале. Статьи, обзоры, джава-игры и прочее, прочее, прочее. С вами был Генезис. До скорых встреч, друзья. Ждите новых обзоров. Пока! Редактор субтитров А. Корректор А.